Продавать все это планируют в виде NFT. Соти миллиардов долларов. NFT. We're now selling for huge bucks. 69 million dollars. Оригинальную гифку нян-кота продали как NFT почти за 600 тысяч долларов. Что за хрень эти NFT? Всем привет, меня зовут Андрей Строганов. Недавно я услышал новость, которая заставила меня задуматься. Скажите, допустим, был бы у вас Lamborghini, вы бы меняли ее на картинку 24 на 24 пикселя? Хм, скорее всего нет. Я бы тоже этого не сделал, но есть один блогер, который это сделал. Знакомьтесь, его зовут iCreamX. Он продал свой Lamborghini Aventador 2020 года за NFT, сказав, что Boreat Ape лучше сохраняет свою стоимость. В твиттере он написал. Наконец-то присоединился к Boreat Ape Яхлаб. Я продал свою Lambo ради этой NFT. Но я думаю, что Boreat Ape это большая возможность. Так рад быть частью этого сообщества. Многие люди не верят в мою историю с Lambo. Но позвольте мне сказать кое-что. За два года мой Lambo потерял 30 тысяч евро. За один день купив Boreat Ape, я вернулся и потеряю. Так что же такое NFT? Что представляют собой самые дорогие NFT-проекты? Зачем их покупают? Как не попасться на скам? И самое главное, как не купить то, что больше никогда не сможешь продать? Сегодня мы с вами поговорим про NFT. Сегодня практически каждый человек на земле слышал эти три буквы. NFT. Давайте разбираться. Аббревиатура NFT означает Non-Fungible Token или Невзаимозаменяемый токен. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Взгляните на этот твит. Это был первый в мире твит, который запостили в новой социальной сети 21 марта 2006 года. Его написал Джек Дорси, основатель Twitter. А теперь поставьте это видео на паузу и предположите, сколько этот твит может стоить. Сейчас я вас шокирую. Каким-то непонятным образом этот твит продался за 2 миллиона 915 тысяч 835 долларов и 47 центов. А вот еще один американский художник, который работает под никнеймом Beeple. Он продал свою работу за 69 миллионов долларов на аукционе в 2021 году. Это JPEG-файл, коллаж из работ. Он на протяжении 14 лет каждый день публиковал по работе. NBA продает свои лучшие моменты за сотни тысяч долларов. Огромное количество цифрового контента продается за огромные деньги. Удивительно, правда? Пока что смысл NFT заключается в покупке и продаже токенов с целью коллекционирования и перепродажи. Да что же это такое, блядь? Почему это стоит так дорого? Что именно это? Так называемый NFT. Вы все в этом разуме понимаете, что это NFT? Это означает «не безопасно для работы»? Что это значит? Почему вы платите за NFT, когда вы можете посмотреть на это за свободу? Это огромная рубля, просто ждет, чтобы выстрелить. Я верю в этот мир с моим сердцем. Одна из главных проблем этой темы заключается в том, что люди разбрасывают такими словами, как блокчейн, криптоискусство и NFT. И ожидает то, что я должен это понять. Но я ни хера не понял. Потом я решил немного в этом разобраться. Невзаимозаменимый токен, простыми словами, это значит незаменимый. К примеру, картина Леонардо да Винчи невзаимозаменяемая. Заменить ее нельзя. Она всего одна, уникальная. Вроде так. Да. Ладно, давайте попроще. Предположим, вы хотите купить картину про Дамарфа. Вы заходите в интернет и видите, что такая картина стоит 100 долларов. Если вы купите одну из таких картин за 100 долларов, вам все равно, какую именно картину вы получите. Ведь их тысячи штук, одинаковых параметров. Их отправляют в магазины по всему миру, отправляют людям и отправят одну такую вам. Получается, что эта картина взаимозаменяемая или заменима. Но давайте поговорим о этой картине. Когда я снимал видео в ТикТок, эта картина не раз упадала в кадр. Видео набирали миллионы просмотров и она стала для меня ценной. То есть теперь эта картина не подлежит замене. Если бы я купил еще одну такую же картину, она не имела для меня какой-либо ценности. Это все равно была бы не та картина. Получается, эта картина не взаимозаменяемая. Она единственная существующая на планете и имеет эмоциональную ценность. Ну, по крайней мере, для меня. К примеру, деньги – это взаимозаменяемая вещь. 200 евро – это 200 евро. Две банкноты по 100 евро – это тоже 200 евро. Причем серийный номер купюры может быть любым. Свою ценность она не потеряет. Это все равно останется 200 евро. Окей, думаю, с этим разобрались. Черный квадрат Малевича – это гениальная бесценная картина. Мой черный квадрат – это руки-крюки. Квадрат Малевича можно бесконечно копировать, но с ценностью оригинала ничто не сравнится. Технология блокчейн позволила доказывать владение цифровыми предметами и их подлинность. На, серьезно? Ты не верил? Теперь, несмотря на миллионы копий гифки нян-кота в интернете, можно доказать оригинальность одной из них. С 2017 года технологии блокчейн начали использовать в игре CryptoKitties, где можно разводить, обменивать и продавать уникальных котят. Один такой милый котик на минуточку стоит 100 эфира или 297 тысяч долларов. Компания Nike запатентовала кроссовки CryptoKicks. Покупая их, вы получите цифровой токен, подтверждающий подлинность обуви и то, что владеете ею именно вы. Перепродавая кроссовки, вы сможете легко доказать их подлинность. Значит, пока я и сидел в туалете часами на пролёт с телефоном, весь мир дружненько сошел с ума? В одного петербургского художника вообще вселилась нечистая сила. Он сжег свою картину и превратил ее в NFT. Этот костер – граница между двумя эпохами искусства. Знаменитый петербургский художник Коля Копейкин сжигает свое последнее творение, оставляя лишь пепел и цифровую копию. Огонь уничтожает материальное, но точно не может убить духовное, которое теперь хранится на флешке. Ты переходишь в мир иной, только NFT осталось. Да. Все больше и больше NFT заполняют наш мир. Нам приходится только принять это и жить в таких реалиях. Ведь отрицать это – глупо. Ведь это теперь отдельный вид искусства. Вот честно я сейчас в рожь, блин. Я думаю, многие из вас видели эти пиксельные картинки. Это Криптофанк – одни из первых коллекционов NFT в мире. Их создали всего 10 тысяч штук. Средняя цена такой NFT – более 1 миллиона долларов. Из-за ограниченного количества и разной редкости. По сути, это всего лишь JPEG-картинка с эксклюзивными атрибутами. Иметь Криптофанка – это быть как частью эксклюзивного клуба. Многие известные личности, такие как Snoop Dogg, Jay-Z, Сирена Вильямс и Гэри Ви, приобрели себе эти NFT. А это знаменитые обезьяны Bored Ape. Средняя цена такой NFT – 90 тысяч долларов. И тут все так же, как с панками. Иметь такую обезьяну – значит быть в эксклюзивном закрытом клубе Bored Ape и Ахлаб, где собрались в одном месте слитки общества. Сливки. Один владелец Bored Ape под номером 3547 случайно при продаже ввел цену 0,75 эфира – около 3000 долларов. Вместо 75 эфира – около 300 тысяч долларов. Продавец объяснил изданию, что потерял концентрацию из-за большого количества онлайн-сделок, которые он провел за день. Я сразу же увидела ошибку, но лот немедленно сняли. Я даже не смог нажать отмена. Товар мгновенно выкупил бот, который следит за товарами ниже рыночной цены. Владелец бота заплатил комиссию 8 эфиров – около 32 тысяч долларов – за то, чтобы транзакция прошла мгновенно. Сейчас, по данным биржам OpenSea, в феврале 2022 года Bored Ape под номером 3547 стоит 85 эфира – около 320 тысяч долларов. Повезло боту, зараза. А сейчас давайте узнаем, как кидают наивных инвесторов на большие деньги с помощью NFT. Нам все больше внушают, что NFT – это теперь такой новый тренд, который тебе нельзя пропустить. То есть, если ты не купишь NFT прямо сейчас, то через пару лет очень сильно будешь жалеть о попущенной прибыли. Это все. Нет никаких внятных объяснений, почему мне, адекватному человеку, предлагают жалеть о том, что я не потратил свои реальные деньги на какую-то пиксельную хрень. К примеру, взгляни на эту картинку. Это NFT-калаш из текста судебного решения, которое признавало незаконной массовую слежку Американского агентства национальной безопасности. А теперь, как ты думаешь, за сколько ее могли купить? Правильный ответ – 5 миллионов 260 тысяч долларов. Но по факту этот NFT могли купить и за миллиард долларов. Главное, чтобы он продавался по принципу аукциона. Тот, кто предложит самую высокую цену за NFT – аукционы в игры. И нет, это не значит, что все выигранные на аукционе NFT сразу же можно продавать за миллионы долларов. Это значит, что просто нашелся один покупатель, кто заплатил за эту картинку такую сумму. Желая заработать на NFT-токенах, тебе очень важно понимать, почему именно за этот NFT дали подобные деньги. Ведь цену на NFT-картинку создают коллекционеры, которые смогли разглядеть в этом NFT определенную ценность. И они согласны заплатить за эту ценность огромные деньги. Если ты не будешь понимать ценность того, что покупаешь, тебе можно легко за скамить. Давайте представим, что какой-нибудь криптотрейдер 77 создает NFT непонятного крипто-макдональдса и продает эту NFT на OpenSea за 0,88 эфира около 2000 долларов. Он продает ее Джимми за 2000 долларов. Потом Джимми продает ее Джонни за 4000 долларов. И вдруг Джонни срочно нужны деньги, и он согласен продать тебе этот NFT за 3500 долларов. Но проблема в том, что и криптотрейдер, и Джимми, и Джонни находятся в сговоре, тратя общие деньги между собой, а картинка не имеет реальной цены для коллекционера. По факту они потратились только на комиссии транзакции. Поздравляю! Теперь ты не сможешь продать свой NFT за 3500 долларов. Даже за 2000. Никогда. Ты обладатель дорогущий хуй. Из-за этого очень важно понимать ценность того, что покупаешь, чтобы не купить себе херню. А это очень тяжело, потому что все NFT в принципе похожи на херню. Помните наших обезьян Bored Apes? Относительно недавно один парень создал очень похожий на них NFT обезьян Evolved Apes. Это NFT нарисованных обезьянок, которые никак не относятся к нашим скучающим обезьянам. Создатель проекта обещал создать игру, где Evolved Apes должны сражаться друг с другом. На этом хайпе люди скупили ногтишки и ждали, когда они вырастут в цене, чтобы их продать и заработать на лохах. Но организатор проекта опередил их всех. Он заработал на лохах раньше. Он, продав NFT на 2 миллиона 700 тысяч долларов, пропал с этими деньгами. Со всех бирж были сняты его обезьяны, официальный сайт и твиттер был удален. И куча людей вдруг поняли, что они заплатили почти 3 миллиона долларов за обычные картинки обезьянок. Конечно, картинки у них остались. Возможно, кто-то до сих пор смотрит на свою дорогущую картинку и вытирает слезки. Потому что сейчас эта картинка обезьянки никакой ценности не имеет. Давайте подведем итоги. NFT это новая цифровая революция, которая нас все больше с вами засасывает. В этом нужно разбираться, но также быть очень внимательным и понимать, что везде найдутся те, кто захочет вас обмануть. Где есть деньги, там есть и мошенники. Надеюсь, видео было вам полезно. Кстати, хочу сообщить о том, что каждую тысячу подписчиков на этом канале я буду проводить розыгрыши, где буду раздавать собственные NFT, либо деньги. Все, что от вас требуется, это всего лишь поставить лайк на это видео, написать любой комментарий и быть подписанным на этот канал. И все. Для вас ничего сложного, меня это мотивирует. Всем хорошего настроения и пока!